Израильские войска окружают Хан-Юнис. В Цаале отмечают, война вступила в самую важную и сложную стадию. Многие эксперты считают, что в Хан-Юнисе, родном городе лидера Хамаса в Газе Ихе Синуара, группировка обладает значительно большей военной мощью и у нее будет больше возможности противостоять израильским войскам в своих укрепленных опорных пунктах. В районах сосредоточения боевиков по-прежнему остаются сотни тысяч мирных жителей и вероятность новых жертв среди гражданского населения очень высока. «Спустя 60 дней после начала войны наши силы окружают территорию Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши достижения на севере. Те, кто думал, что Цааль будет не в состоянии возобновить боевые действия после паузы, ошибались, и Хамас уже чувствует это. Многие боевики Хамаса, включая старших командиров, были ликвидированы в последние дни. Мы перешли к третьему этапу наземных операций». При этом Олеви прокомментировал информацию издания Wall Street Journal о том, что Цааль намерен затопить тоннели, чтобы вынудить боевиков покинуть убежище. Олеви назвал это хорошей идеей, но отказался подтверждать информацию. По его словам, рассматриваются любые варианты, обеспечивающие большую безопасность военнослужащих. Армия обороны отчиталась об обнаружении одного из самых больших схронов с оружием Хамаса за все время операций на севере сектора Газа. В тайнике, расположенном рядом с поликлиникой и школой, находились сотни РПГ, десятки противотанковых ракет, десятки взрывчатых веществ, ракеты дальнего радиуса действия, гранаты и несколько беспилотников. По словам представителей Цааля, часть оружия была уничтожена, а часть доставлена в Израиль для дальнейшего изучения. На фоне наступления израильской армии гуманитарная ситуация в Анклаве ухудшается. ООН и другие международные организации говорят о катастрофических условиях, в которых находятся вынужденные переселенцы. «Катастрофическая ситуация, которую мы наблюдаем в секторе Газа, была полностью предсказуемой и предотвратимой. Мои коллеги из гуманитарных организаций называют ситуацию апокалиптической. Палестинцы в секторе Газа живут в крайнем всеусиливающемся ужасе. Военные операции, включая бомбардировки, продолжаются на севере, в центре и на юге сектора Газа, затрагивая люди, которые уже неоднократно были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности. Но ни одно место не является безопасным». На критику в Израиле отвечают. Единственный способ быстро завершить войну – это использовать сокрушительную силу против Хамаса. «Газа должна быть демилитаризована. А для того, чтобы это произошло, есть только одна сила, которая может это сделать. Это сила ЦААЛЬ. Никакая международная сила не может нести за это ответственность. Мы видели, что происходило в других местах, когда они вводили международные силы. Я не желаю закрывать на это глаза и принимать какие-либо другие договоренности». Проблема этой тактики в том, что она приводит к большому количеству жертв среди мирного населения. И это очень не нравится США, главному союзнику Израиля. Согласно информации американских СМИ, в Вашингтоне предполагают, что Израиль сможет завершить крупномасштабную операцию в Газе к январю, а затем перейти к более точечным атакам на Хамас. При этом эксперты отмечают, может пройти до месяца, прежде чем военное давление на Хамас окажется достаточно сильным для того, чтобы открылось новое окно для перемирия и освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. В самом Хамасе заявляют, что ни о каких переговорах больше не может быть и речи, пока Израиль не прекратит огонь. «Мы заверяем еще раз, что не будет никаких переговоров или обмена до тех пор, пока не прекратится агрессия против нашего народа. Мы возлагаем на Нитанягу всю полноту ответственности за жизни сианинских заложников и за воспрепятствование продления сделки по обмену путем возобновления агрессии против сектора Газа. Очевидно, что Нитанягу не заботят ни пленные, ни их семьи, ни их жизни». Параллельно военной операции разгорается еще один международный скандал. Международный фонд ООН по защите детей ЮНИСЕП после многочисленных призывов израильских правозащитников наконец выступил с осуждением сексуального насилия в отношении женщин и детей 7 октября. Однако не стал при этом называть ответственных за него. В Израиле отмечают, существуют множественные свидетельства того, что во время нападения боевиков из сектора Газа десятки женщин и детей подверглись различным видам сексуального насилия, в том числе в крайне садистских формах. Все это время израильские правозащитники выражали недоумение по поводу недостаточного внимания к этому со стороны международных организаций, включая профильные подразделения ООН, обвиняя их в предвзятости. Обращаясь к нации, премьер-министр Израиля Бениамин Нитанягу заявил, что ожидает, что все цивилизованные лидеры и правительства выступят против этого злодеяния. «Я говорю женским правозащитным организациям, правозащитным организациям. Вы слышали об изнасилованиях израильских женщин, ужасных зверствах, сексуальных увечьях? Где вы, черт возьми?» Реакция со стороны ООН последовала после того, как организацию международной правозащитной группы раскритиковал президент США Джо Байден, призвав осудить сексуальное насилие без всяких исключений. «Сообщение об изнасилованиях женщин, многократных изнасилованиях и расчленении их тел еще при жизни, об осквернении трупов женщин, о том, что террористы Хамас старались причинить женщинам и девочкам как можно больше боли и страданий, а затем убивали их – это ужасающе». Противостояние Израиля и ООН на фоне кризиса в секторе Газа усиливается. Власти страны приняли решение не продлевать визу координатору ООН по гуманитарным вопросам на палестинских территориях Линн Хейстингс, жестко критикующий действия Израиля в Газе. «Мы больше не будем молчать перед лицом предвзятости ООН. Тот, кто не осудил Хамас за жестокое убийство 1200 израильтян, за похищение младенцев и стариков, за ужасающие издевательства и изнасилования, за использование жителей Газа в качестве живого щита, вместо этого обвиняет Израиль в демократическую страну, которая защищает своих граждан, тот не может служить в ООН и не может въезжать в Израиль». Впрочем, к самому Израилю претензии есть даже у ближайших союзников. Вашингтон ввел санкции против израильских поселенцев на западном берегу, которые нападают на палестинцев. Им запрещен въезд США. Это первый подобный шаг Соединенных Штатов против израильтян за два месяца войны. «Насилие на западном берегу в этом году находится на уровне, невиданном со времен Второй интифады. А в последние недели тревожный всплеск насильственных действий побил этот нежелательный рекорд. Это включает в себя беспрецедентный уровень насилия со стороны израильских поселенцев-экстремистов, направленных против палестинцев. И сегодня, как недавно предупредил президент Байден, Соединенные Штаты принимают меры по борьбе с этой эскалацией насилия на западном берегу, реализовывая новую политику ограничения ВИЗ». В начале ноября Управление ООН по координации гуманитарных вопросов распространило информацию, что с 7 октября на момент публикации отчета зарегистрировало 171 нападение поселенцев на палестинцев. В Израиле в ответ заявили, что речь идет о немногочисленных экстремистах и не касается всего поселенческого движения. Владимир Унанянц, 9 канал.